Добрый вечер, в эфире Весть Карачаева Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Под председательством главы Карачаева Черкесии начался блок оперативных совещаний по реализации прорывных инвестиционных проектов, включенных в модель экономического развития республики, рассчитанную до 2030 года. Это проекты в сфере садоводства, промышленности и производства строительных материалов, перерабатывающих отраслях экономики и гидроэнергетики. Их реализация позволит создать до 10 тысяч высокотехнологичных рабочих мест. Первое совещание было посвящено реализации проекта развития интенсивного садоводства и строительства оптово-распределительного центра ООО «Архысфрутлогистик». На сегодняшний день инвесторам высажено 257 гектаров садов, весной планируется довести до 300 гектаров. А с 2024 года начнется закладка садов на площади 500 гектаров и строительство оптово-распределительного центра мощностью 60 тысяч тонн. Свой 101-й день рождения сегодня отмечает ветеран Великой Отечественной войны Хамит Абулович Канаматов. Фронтовика поздравил глава республики Рашид Тимрезов. Хамит Абулович принадлежит легендарному поколению героев, которые не только отвоевывали мир для всего человечества в шесточайшей войне, но и отстроили страну, оказавшуюся в развалинах и руинах. Он прошел войну от Твери до Калининграда, неизменно показывая выдержку, смекалку и мужество. Хамита Абуловича, который, несмотря на почтенный возраст, продолжает интересоваться всем, что происходит в мире, знает и уважает вся республика. Он пример настоящего патриота, заботливого семьянина и человека достойного, смелого, решительного. От всей души поздравляю доброго ветерана, желаю бодрости, духа, низкий поклон за великую победу. Вечная слава подвигу советского солдата отметил поздравлений Рашид Тимрезов. Деловое сообщество страны отмечает столетие с момента создания Первого бюро товарных экспертиз. Его вековая история в нашей стране неразрывно связана с историей торгово-промышленной палаты России и базовой экспертной организации. Структура служит звеном этой системы и работает в интересах государства. Альбина Ламкова продолжит тему. Система торгово-промышленной палаты страны служит эффективной площадкой для диалога бизнеса и власти на всех уровнях. За вековой процесс деятельности работа сложилась системная. Она представляет интересы малого, среднего и крупного бизнеса перед властью, но при условии, что они не противоречат интересам общества. Независимость, компетентность и, конечно же, опыт работы служат основными требованиями к экспертам торгово-промышленных палат. Из личных качеств выделяют объективность, ответственность, непредвзятость и принципиальность. Само по себе понятие экспертиза представляет собой исследование компетентным специалистам. Мы проводим экспертизу подтверждения происхождения товара, позволяющую нашим региональным экспортерам экспортировать продукцию в различные государства, такие как страны СНГ, Вьетнам, Сербию и иные государства. Также нами проводятся экспертизы в рамках федеральной контрактной системы при заключении госконтрактов, экспертиза оборудования, автомобильные и технические экспертизы, различного рода товарные экспертизы. Малые и средние компании часто обращаются в ситуациях, связанных прежде всего с неплановыми проверками, трудностями доступа к госзакупкам, получения кредита. Спрашивают, как получить поддержку институтов развития, организовать экспорт, найти рынок сбыта. Просят разъяснить законодательные вопросы. Крупные компании больше интересуют помощь в решении проблем на федеральном уровне. Нередко вопросы, с которыми приходит бизнес, можно решить только на законодательном уровне. Огромное количество продукции, очень огромные развиты товароотношения, в результате чего предпринимателям необходимо подстраховаться и проводить эти экспертизы в целях выявления качества и соответствия нормативно-технической документации, условиям договоров и иных сопроводительных документов. Эксперты торгово-промышленных палат обязаны каждые три года проходить переаттестацию и подтверждать компетенцию. Подготовку экспертов проводят учебные заведения по специальной утвержденной комиссии при ТПП РФ программе, после чего их вносят в реестр ТПП-эксперт и предоставляется аттестат, позволяющий непосредственно осуществлять свою экспертную деятельность. Экспертиза торгово-промышленной палаты Корчаева-Черкесии осуществляет свою деятельность в республике с 1993 года. И это уже тоже круглая дата – 30 лет. А в условиях санкций используемая система часто выступает основным каналом связи между российским и зарубежным бизнесом. Благодаря международному масштабу торгово-промышленная палата служит самым понятным партнером для предпринимателей всех стран на всех рынках. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести, Корчаево, Чекесия. Что страшнее – прививка или болезнь? Сейчас речь идет о полиэмилите. Это тяжелое вирусное заболевание, поражающее спинной мозг. Благодаря прививкам от полиэмилита детям у ребенка формируется устойчивость к вирусу. Как прошел первый этап вакцинации в Прикуманском районе, насколько родители понимают важность данной процедуры, расскажет Алла Качиева. Участковая больница Николаевского помимо этого села обслуживает и жителей нескольких близлежащих населенных пунктов – пристани Привольного и Койдана. Сейчас, когда вопрос о вакцинации полиэмилита актуален, в лечебное учреждение обращаются родители, чьи дети должны пройти иммунизацию. Они спрашивают, сколько прививок нужно делать, заразны ли дети, как лучше подготовиться и что следует учесть. На самые распространенные вопросы медики дают исчерпывающие ответы. Очень много лишней информации. Информация из интернета, информация в этих чатах родительских. Одна передает другой, не зная общей полной информации, не зная всего, даже не считая про заболевание, даже не зная про эту прививку, начинают друг другу передавать информацию. Пугать друг друга начинают. Кто-то что-то еще добавляет от себя. И вот это все началось с паника, начинают все истерить, паниковать. Я хочу сказать, что это не новая прививка. Это все то, что делалось с каждыми поколениями, нам делалось, с нашим родителям делалось. Ведь полиомиелит является серьезным инфекционным заболеванием, который в стадии развития приводит к инвалидности в случае поражения серого вещества спинного мозга. Полиомиелит – это заболевание, вызывающее вирусами, которое поражает нервную систему. Очень опасно для детей до 7 лет. Очень опасно. Очень заразно. Поэтому мы и боимся этой возрастной группы, что они заразятся и заболеют. А симптоматика у заболевания такая, что ее схожие очень с обычным ОРВИ. И сразу распознать ее очень тяжело. А последствия очень плачевные и приводят к инвалидности практически в большой процентной ситуации. Как говорят медицинские работники, прививать можно только здорового малыша. Не должно быть кашля, насморка, повышенной температуры, расстройства пищеварения и аллергических симптомов. Мы советуем привиться детей и не думать, не слушать всю лишнюю информацию, которая идет из чатов, а слушать докторов, слушать ту информацию, которая должна быть, а не та, которая идет с улицы. И еще доктора предупреждают. Нормальная реакция на иммунизацию, небольшое покраснение, отечность. Эти явления вскоре проходят. Хранимы препараты строго по инструкции. Вот в верхнем, на верхней полке у нас содержится живая вакцина. Дальше идет ацербированная вакцина. Все с соблюдением температурного режима, холодовой цепи. У нас охладоэлементы есть в морозильнике, в морозильной камере. Поэтому все делаем по инструкции. Родителям бояться нечего и не надо. И не слушать всякую политическую информацию, которая влияет на вот эти все туровые дачи полиомелита. В недавнем прошлом, благодаря масштабной вакцинации, в России почти удалось забыть о страшной угрозе. Прививка против полиомелита формирует длительный иммунитет к вирусу у всех типов и у 95% привитых уже после первого курса. Чтобы дети росли здоровыми, чтобы не было никаких проблем, не было ни массовых заражений. Надо, конечно, прививаться и следить за всем этим. Без паники, как я считаю. Алла Качиев, Ахмат Чучаев, Ислам Урумов. Вести Карачаево-Черкесия. Прикубанский район. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии. 13-15 градусов тепла. Хирургия катаракты. Любой сложности. В клинике глазной хирургии доктора Крылова Окулюсарт. Доваторцев 39А. 43-73-87. В Кисловодском цирке с 11 марта шоу «Звездный круиз». Окунитесь в мир космических приключений на борту звездного лайнера «Ноль плюс». Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Сегодня в Адыгехабльском районе участвовали представители благородной и очень важной профессии. В честь объявленного президентом России года педагога и наставника в районном Дворце культуры отметили труд людей, которые на протяжении десятилетий дают знания подрастающему поколению. Подробности у Артура МКЦ. Во Дворце культуры звучит гимн России, который напевает весь зал. Так в Адыгехабльском районе торжественно открыли объявленный главой государства год педагога и наставника. В зале помимо почетных гостей, в том числе представители династий, которые на протяжении десятилетий помогают подрастающим поколениям строить фундамент для своего будущего. Учитель математики в средней школе Аула Вакожили Фаризат Бикижева имеет за плечами 43 года педагогического стажа. А общее время, отданное ею и близкими родственниками преподавательской деятельности, составляет 330 лет. Главное в работе учителя – это огромная любовь к детям. Если человек случайно попадает в нашу профессию, он никогда не даст нужные знания, никогда не найдет общий язык с детьми. Каждому, кто находился в этот день в зале, есть чем поделиться с воспитанниками. Евгения Матакаева занимается педагогической деятельностью с 1978 года. Она считает, что только через собственную любовь к профессии можно научить и детей также относиться к предмету. Тем более, что любые знания не будут лишними. У меня была учительница немецкого языка. Я ее очень любила, очень хорошая. Вот поэтому я полюбила немецкий язык и до сих пор работая, я так и не разочаровалась в этом языке. И дети любят. Очень много детей сейчас изучают у нас немецкий язык. С удовольствием они изучают. Пожелания новых профессиональных успехов от руководителей регионального министерства образования и районной администрации. Заслуженные награды и музыкальные поздравления творческих коллективов. Таким праздничным, радующим глаз и слух стало открытие в Адыгихабле года педагога и наставника. Артур Махцелий-Бастанов, Вести Карачао-Черкесия, Адыгихабльский район. Благая идея поддержать наших земляков, находящихся на передовой СВО, как и заведено в России, в очередной раз сплотила людей самых разных национальностей, профессий, возрастов и конфессий. В Черкесске прошла благотворительная ярмарка, организованная активистами добровольческого сообщества «За наших». Ахмад Халкейчев с подробностями. Несмотря на моросящую погоду, жители и гости республиканской столицы довольно активно шли к развалам благотворительной ярмарки. Людей, как они сами признаются, ведет сюда не столь нужда в покупках, сколь великое желание поддержать наших ребят, находящихся в зоне специальной военной операции. Я очень приятно удивлена. Я не знала, что такое мероприятие проходит. Молодцы, что организовали. Потому что это объединяет всех людей, все народы объединяет. Ведь все там переживают сейчас всю эту беду и проблему. На ярмарке помимо товаров и сувенирной продукции представлены различные блюда и угощения национальных кухонь всех народов Карачаевой Черкесии. Либжа, манты, хачины, плов, различные салаты, сладости и блинчики, конечно. Все приготовлено заботливыми руками у волонтеров добровольческого сообщества «За наших». Нравится, некоторые возвращаются второй раз. Вот негатива вообще ни одного не было. Все спрашивают, какая группа, куда, что отправляем. Некоторые номера телефонов оставляют, чтобы к нам в нашу группу добавиться. Очень активно, очень понравилось. Когда они выходят на связь, всегда об этом говорят. Что вот эта поддержка их воодушевляет. Что они говорят, без победы мы не вернемся. В своем желании поддержать наших военнослужащих, как говорится, морально и материально, не сильно от взрослых отставали юные патриоты. Спасибо нашим садам, какие нас защищают, нашу родину, наш Кавказ. Они самые лучшие. Желаю им, чтобы они вернулись живые домой, чтобы у них все было хорошо. Врученные средства, как поведали организаторы, прежде всего пойдут на закупку самого необходимого. Это медикаменты, теплые вещи, хозяйственно-технический инвентарь и, конечно же, продукты питания. Рахмат Халкичев, Краслубердиев, Вести Карачаева, Серкесия. Программу концерта посмотрело компетентное жюри, в составе которого были специалисты Республиканского Центра народной культуры и колледжа культуры и искусства имени Аслана Даурова. Это все, Вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Акушерка». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин